я с таким грустным лицом сидела даже лучше спасибо мои дорогие спасибо что вы меня любите несмотря ни на что настроение честно говоря не могу сказать что очень хорошие как ни странно нет ну да не очень хорош хотя черт его знает а может хорошему что-то фигня дочь приехала не очень кучу не приехала она сейчас прошла проходит врачей это все у нее хорошо мы эти бумажки нужны для того чтобы в садик потом устроиться здесь тогда ты не высокомерная мне кажется нет ну вообще у меня я не высокомерная но у меня очень ярко выраженные симпатии антипатии когда у меня антипатия я не могу этого скрыть мне настолько человек не нравится что я прям не могу на него смотреть ставочка ты видела как валерон восхищается тобой его нынешняя пассия прям месяца на это но почему у меня не восхищаться я правда хорошая женщина добрая и никогда его не предавала всегда шла за ним что еще да я всегда шла за ним и как я кстати вчера смотрел на момент где он восхищается и там угры блин она всегда шла за мной не стране на что там даже мы жили за 30 тысяч рублей в какой-то квартирке да такое было такое было но я всегда за ним следовало а вот тут нет поэтому поэтому ничего страшного поэтому ладно так и живут он же за мной не шел это я за ним шла это я молодец могу себе плюсик поставить а его чё плюсик ставить он наоборот со временем понял какая я была достойная женщина и я действительно считаю себя очень достойной женщиной в том плане что я я была всегда предана очень улюбила и сколько бы мне денег не предлагали и какие бы мне условия не предлагали я его никогда не оставляла и кстати могу вам сказать что была полной дурой потому что спустя какое-то время вспоминая те возможности которые мне предлагали я понимаю что наверное это было глупо потому что меня в любом случае предали меня в любом случае так скажем сдали что она того не стоило вот эта мудрость я на самом деле смотрю щас сквозь время я понимаю что во многих моментах моя мудрость была моей глупостью потому что мудрость все ты никому не надо все бред собачий это все собачий бред поэтому нужно всегда думать только о себе потому что в любом случае природы так созданы либо тебя либо ты все по-другому никак другого не дано в моем случае показалось так у меня следующий раз я так я очень наивно это правда и многих вещей во многих вещах я дуб дерево ну что теперь делать происходит так происходит это судьба в любом случае это жизни и все случается так как все все идет так как она должна идти такими должны быть жены но только лишь с достойными мужчинами то на это будет ценить не факт а мы люди все эгоисты и мы никогда ничего не ценим когда к нам когда нам делают очень много хорошего нам кажется что это как должное если вот есть такая книга 48 законов обольщения и власти до робота и там вот очень хорошо описывается что всегда лучше брать на работу своего врага нежели своего друга почему потому что твой друг ему не нужно тебе ничего доказывать он и так знает что все как бы ему должны а враг он ему надо доказать что он крутой на доказать что вот он намного лучше чем ты мог себе представить поэтому всегда видимо дела лучше иметь с врагами с близкими людьми на тебе в природу точно сильно ошиблась мы не знаю может быть так даже если это так вот представь но представь себе вы то что вещи сказала мне просто есть такая определенная самолюбование что ли если очень люблю ну а если бы действительно я была женщиной которая вот над которой правда пошутила природа допустим да и но не то что пошутила да там что-то пошло в системе грубо говоря не так я потом была сейчас но какая-то не такая была бы немного верёдива или еще что-то неужели тебе действительно принесло бы удовольствие мне это сказать нет ты мне это говоришь потому что ты хочешь меня обидеть но если бы я действительно была ошибка природы как ты говоришь то ты бы мне такого никогда не сказал потому что нормальный человек никогда в жизни не будет дальше человек утром из ноги он не подойдет к инвалиду без ног они с каждого ха 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 вот у меня есть ноги у тебя нету ты реально ошибочка природы поэтому нормальные люди такое не говорят говорят такое только те кто хотят самоутвердиться через унижение так вот скажу тебе что самоутверждаться через унижение не помогает поможет тебе помогут тебе тренинги клёв в первую очередь любви к себе вот как когда ты научишься любить себя тогда ты сможешь любить окружающий мир то-то ты одинокая ну не знаю может быть да есть такое всякое бывает на самом деле жизнь монако она очень скучная очень очень скучно правда очень скучно через чур я бы сказал так почему мы нолись нас конкурсом неправда конкурс идет результаты будут сейчас не знаю точно какого числа 2 вообще в общей сложности конкурс должен идти 10 дней несколько дней уже прошло так что осталось еще неделька это любить себя это хорошо выглядеть когда ты любишь себя ты всегда для себя хорошо выглядишь это не только вообще любовь к себе проявляется во многом и во внешности первую очередь тоже там даже некуда ходить если честно нет монако есть куда ходить но здесь всего лишь грубо говоря четыре места на этих двух километрах и все и мне уже стыдно ходить те же самые места но же как-то перебор я возил тебя в моя моя rolls-royce ой господи твоя мечта конечно повозить меня rolls-royce или может быть просто купить rolls-royce ну я желаю тебе удачи чувачок надеюсь когда-нибудь ты купишь себе rolls тата какие кружки ты ходила в детстве я ходила на бальные танцы между прочим я занималась профессионально бальными танцами потом ходила в художественную школу и и все и потом начала учить языки потом как раз я уехала в китае начала учить китайский язык начала учить хорошо русский язык английский ну и все потом моё мои так скажем творческие кружки это были языки просто завидуют так как сами смотрят и мне это как ты похудела так я похудела сначала на нервах потом правильное питание потом немножко спорта потом просто не жрать и я не знаю потом солярий и вот так потихонечку я не знаю нет никакого секрета когда ты жадная мне ее кстати не жадно нет смотря в чем смотря в чем конечно я не готова отдать свои последние штаны нет такого у меня нет но когда у меня есть возможность я всегда да нет нет и не жадно потому что моя даже одна и самая такая большая мечта это я хочу чтобы у меня было очень много я хочу вообще быть женщиной с очень толстым кошельком вот таким вот кошельком если я буду женщиной с очень толстым кошельком я смогу приносить радость своим близким это то есть моим друзьям моей семье на это я в жизни жадничать не буду потому что это моя мечта это реально моя мечта чтобы я могла ну не знаю обеспечить своих родных то есть в круг родных и мои друзья тоже входят потому что там за моя лучшая подруга может нет чтобы я могла и повезти отдыхать вместе со мной то есть я не думала и не говорила и типа вот мы то едем давай скинемся чтобы мне были такие возможности чтобы я могла сказать там не знаю там тайка майка все поехали завтра мы едем я могла создать комфорт своим людям вокруг меня людям которых я люблю и людям которые любят меня вот на них мне ничего не жалко потому что я даю то есть я хочу иметь некоторые возможности до финансовые именно вот чтобы я могла развлекать своего друзей и могла развлекать своих близких и для меня это правда моя мечта большая мечта то есть близкие друзья и родственники естественно вот как-то так я прямо хочу я хочу быть женщина с толстым кошельком чтобы я могла делиться этими деньгами а как ты считаешь лучше честность или малопорядочность в деловых отношениях и в деньгах я думаю что лучше всего ум в любых отношениях в плане работы в плане отношений всего в первую очередь может быть ум потому что сегодня мы живем в таком в такое время когда если раньше малопорядочность может быть с ней не можно было зарабатывать деньги на сегодня можно зарабатывать деньги без этом так скажем помощью своих умов если раньше были реки тире которые бегали по квартирам и бегали по ресторанам когда снимали там по театру снимали да с людей украшения там кошельки деньги все то сегодня уже не то время сегодня если ты умный человек но очень умный человек и не такой как я или как еще кто-либо не будет никого ну как бы тыкать пальцем давайте будем честными очень умные люди давным давно уже сидят вот так вот тыквы там что-то в компьютерах и зарабатывают огромные деньги поэтому даже не знаю сколько обошли зубы как говорит знаете за эти зубы сколько со мной валера ругался вы себе представить может потому что я ему никогда не говорил что я за это заплатила деньги он думал что мне они достались бесплатно вот их следует за счет молчу зрители пропадают у вас так туда есть немножко надолго в монако вообще в монако я якобы переехала жить ну не знаю если честно на данный момент я понимаю что здесь немножко скучновато скучновато почему потому что весь город всего лишь два километра грубо говоря два клуба три ресторана и ты всегда ходишь в одни и те же места встречаешь те же самых людей и да может быть летом будет реально круто вот сейчас пока не очень потому что мне хочется куда-то поехать я привыкла жить в больших городах я привыкла там жить в китае даст какие не привыкла жить в Москве где для меня очень маленький город мне конечно нравится что он такой маленький мне все нравится в монако может быть мне стало скучно только сейчас потому что моей семьи нет рядом со мной я как бы типа совсем одна конечно тогда да тогда я себя пойму но мне здесь хорошо все равно хочу здесь остаться жить пока пока здесь так хочу поехать еще в америку но с америка не немножечко сегодня кстати даже разговаривала с мамой говори думали мам наверное я сделала неправильно выбор что выбрала монако для жизни наверное типа нужно было выбирать штаты у меня были такие мысли но не сейчас точно я даже всегда говорила дожка на ехала 100 говорила что первый степ это монако и потом оберега вот но у меня есть документы в америку то есть я могу поехать в любой момент уехать и по моменту и делать все, что я хочу в Америке на протяжении трех лет. Но нет пока документов на это у моего ребенка. Поэтому к этому варианту я еще не готова. Но мне в любом случае нужно поехать в Америку. В любом случае. И дальше уже будет видно. Правда ли, что ты зарабатываешь в 30 раз больше, Валера? Ну, я зарабатываю, конечно, больше. Потому что если бы я зарабатывала меньше, то я бы сейчас сидела на проекте. Это факт. У тебя какое гражданство есть? У меня два гражданства. Думаю, что Америка твоя. Валер, может быть, здесь правда здесь очень размеренная жизнь. Очень, чересчур медленно. Все так долго. Все как-то вот очень... Сейчас у меня, короче, должна быть скоро съемка для Бентли здесь в Монако. Чего я очень-очень рада. Правда, очень рада. Потому что у меня, короче, должна была быть еще одна съемка. Очень интересная. Для очень крутого бренда. Но я пока не хочу говорить. Потому что вдруг этого не будет. Но мне очень хочется. Но, по крайней мере, мы пока на стадии обсуждения. А сейчас у меня скоро будет съемка для Бентли. Это будет после вот этих истер-праздников. Ну, типа, после Пасхи. Но только не наши Пасхи, а здесь местные Пасхи. Без нижних ресниц лучше. Мне кажется, нет. Мне так не хватает нижних ресниц. Мне сегодня, когда я сделала волосы, ой, волосы, говорю, ресницы, Глава Монте-Карло, мне нравится все очень, но мне не хватает внизу. Прям не хватает. В Монако очень-очень круто жить, если у тебя есть семья, если у тебя есть друзья. Вот сейчас у меня очень мало здесь друзей, потому что, честно говоря, мой парень не дает мне общаться много. И даже сейчас ему надо уехать. И у меня больше всего я тоже куда-нибудь слиняла. Поэтому я не знаю, короче. Мне нужно здесь много друзей. Правда, без них нет. У меня не хватает нижних. Нет, мне кажется, что с нижними намного лучше. Я так считаю. Нихудей уже хватит. Блин, куда? Я и так уже стала толстая. Куда мне? Я, знаете как, я вот за неделю бываю, я за одну неделю сразу бываю толстой и худой. Ты моя жена. Слушай, ты недавно говорила, что я тобой кто-то каталась. Ты была еще и в Монако, а теперь я еще и твоя жена. Слушай, у меня есть, конечно, кольцо, но я думала, что не ты мой муж. И как-то, не знаю, наверное, я что-то перепутала. Да. Ты человек-транспорнер. Не знаю, наверное. Отчего Боня тебе не подруга? Мы с Боней даже не знакомы. Если честно, мы даже никогда в жизни в глаза друг друга не видели. Но думаю, что когда-нибудь мы познакомимся. Но вообще, насколько я знаю, Боня сейчас очень много времени проводит в России. Поэтому. У тебя есть лучшие подруги? Да. У меня есть лучшая подруга, но она живет очень далеко. Она живет в Македоне. Нет. Твой парень иностранец, тебе не сложно бывает, не понимает русский. Вы знаете, вообще, если честно, раньше я всегда, я просто сама жила всю жизнь за границей. У меня, в принципе, всегда были парни иностранцы. Мой такой, скажем так, первый серьезный бойфренд русский, это был Валера. А так, нет. Я вообще выросла всю жизнь с французами. Так, у Лены Хроминой отвалились свои волосы вчера, и у тебя тоже скоро отпадут. Спасибо. Спасибо, что ты мне такое счастье пожелала, что у меня скоро отпадут волосы. Тебе стало от этого легче? Все, девочки, завтра у меня отпадут волосы, как у Ленки. Ну все, мне уже напророчили. Что делать, хер его знает. Осталась я, короче, без волос. Так, Валера тебя так расхваливала перед новой участницей. Я так порадовалась. Спасибо. Нет, конечно, мне тоже нравится, когда меня хватит. Мне приятно. Ты говоришь по-французски. Я, если честно, раньше говорила намного больше, чем сейчас. Сейчас... Вообще, в принципе, как я уехала, короче, в Россию, перед тем, как я уехала в Россию, из Китая, я уже говорила на французском, потому что я его начала изучать, и так уже начала все понимать, но еще не говорила, но все понимала. Потом я уехала в Москву, я французский забросила, только пела песни. Вот. И сейчас я немножко позабыла французский, мне надо его учить, типа, как заново. Французский мне дается тяжело. Но я его, в принципе, пока еще не учу. Но мне, то есть, тяжело. Вот. Но он реально очень сложный язык, очень сложная грамматика, очень сложная грамматика, прямо через чу. Тата, скажи, пожалуйста, сколько языков вы знаете, и реально ли вы учите китайский подростку? Конечно, реально. Во-первых, китайский очень легкий язык, и если вы думаете, что китайский это там что-то такое очень сложное, вам достаточно всего лишь Ну, давайте будем честными. Год, год, год обучения в Китае, за год обучения в Китае вы выучите китайский язык. Я учила китайский язык не только в Китае. Я учила китайский язык в UIB, это Duwayde Moodasue, University of Business and Economic. Я училась там. И когда я закончила школу, типа, первый год у меня был H... Первый год я учила китайский язык, и потом сдавала экзамен. В английском языке есть экзамен Toll School. Я, кстати, его тоже когда-то сдавала, когда собиралась учиться в LCA University in Manhattan. За немножко другой универ. Короче, когда я закончила школу, я выбирала между двумя университетами. Первый университет был LCA University in Manhattan, то есть в Нью-Йорке, в Манхэттене. И второй был University of Business and Economic. Duwayde Moodasue. Я, короче, выбрала Duwayde Moodasue. Год учила китайский язык, и потом, когда я уже получила свой уровень HSK, я поступила на профессию. Поэтому целый год вот так вот достаточно, чтобы выучить китайский язык. На самом деле, все-таки недорого. Это стоит чисто, если китайский язык, ну, думаю, где-то 2-2,5 тысячи долларов. Ну, плюс еще проживание, естественно. Там проживание, я уже не знаю, сколько стоит. Ну, и тут уже, как вы хотите, вы можете жить в шикарной хате, можете жить в нешикарной квартире, как хотите. Вот. Поэтому как-то так. Что еще? Ну, все, потом ты заканчиваешь. А, вот, я... То есть ты получаешь что-то уровнический и идешь дальше учиться на профессию. Также у меня было, в принципе, с Америкой. Я сдавала экзамен TOEFL. И... Ну, и в принципе, все. Я сдала его. У меня и так уже был уровень знания языка. Но я выпала китайский, потому что изначально я училась в посольской школе, где я учила русский. Очень стильная сегодня, не знаю. Не знаю, даже стильная. Просто сегодня стильная, ну, как бы накрашенная, типа, красивая. Ну, не знаю, красивая или нет, просто я, типа, сильно накрасилась. То есть делала тоналку, я уже давно не крашусь. Ну, вот давно, давно, кстати, не красила тоналку. Ну, как бы так вот, что прям всегда на марифете. А сейчас сегодня стало, потому что я очень сильно стала светлая. А я не люблю быть светлой. Не люблю быть загорелой. А, по пункту китайского языка. Китайский язык, кстати, я учила... Подождите, сейчас я секунду перезайду.